Ладно, мне понравилось на самом деле вести съемку. Что-то я как-то взглянул, пересмотрел вот этот видос. Не полностью, правда, потому что там уже будет много времени. Но обратил внимание на то, что камера больно трясется. И это нужно на самом деле исправлять. Поэтому я постараюсь максимально, максимально плавно и максимально ровно нести камеру, чтобы не было никаких подобных вещей. Вот сейчас, собственно, я иду по какой-то из улиц. Это похоже на улицу Ираклиос. Но я что-то не уверен, если честно. Потому что я как бы знаю, довольно неплохо ориентируюсь в своем районе. Но уверенности не испытываю, если сказать. Потому что здесь очень легко заплутать. Просто у меня как-то такая... Не то чтобы чуйка, просто есть какие-то ориентиры. Например, большие улицы. Я, кстати, был прав. Неплохо. Использую свою память. Ориентировочно, так можно сказать. Память. Я пришел к тому заключению. Такому, что я нахожусь на этой улице. Ориентиром была, кстати, вон та улица. Потому что та улица, она одна из самых крупных. Как раз таки на ней я и живу. Она называется Димастенос. Что еще примечательно здесь, в Греции. Здесь очень распространены вот квартиры на первых этажах. Например, вот как здесь. Или вон там вот. То есть люди могут спокойно сушить свои вещи. Так, что может кто-то другой подойти их и забрать. Я, конечно, видел такое в Москве. Но здесь это более распространенные вещи. И более распространенные вообще явления. Вот. То есть подъезды здесь. Я парочку раз показывал до этого подъезда. Но должен заметить, что меня впечатляет. Разнообразие подъездов. То есть у нас. Я, например, жил в хрущевке. И в какую хрущевку ни зайди. Планировка подъезда одна и та же. А здесь я ни разу не видел одинаковых подъездов. Вот ни разу. Все дело в том, что способ вообще застройки в Греции, он немножечко, я бы даже сказал, очень множечко расходится. И отличается вообще от российских норм. Потому что у нас дома однотипные. Здесь каждый дом, можно сказать, строила отдельная либо компания, либо отдельный человек. Вот поэтому идентичных домов найти не получится. По крайней мере, уж не так просто. Вот. Как вы можете заметить, здесь не все выровняно. То есть где-то балконы такие полукруглые. Здесь просто квадратные. Обычно квадратные делают. Где-то какие-то вот такие. Где-то вообще балконов нет. Но, честно говоря, я не помню ни одного дома, где балконов нет. Ну, разве что вот это. Но это, я думаю, просто исключение. Вот такие вот домики здесь. Мне кажется, это вообще дом для одной семьи, можно сказать, здесь. Одна квартира. Вот какие-то ребята ходят тут и так оглядываются на меня. Думаю, что я какой-то влогер. На самом деле, я не влогер. Я просто человек, который решил походить с камерой и поговорить сам с собой. Мусорки здесь тоже очень распространены. И их действительно много. Мне как человеку, который привык к... Я бы соотнес что-то так. Здесь мусорных контейнеров подобных в... Собственно, присутствует в таком же количестве, как в Москве, обычных мусорных корзинок. Которых здесь я, к сожалению, показать не могу. Потому что таковых здесь очень мало. Правда, очень мало. Очень сложно найти. Лишь в парках или в каких-то таких эксклюзивных местах, скажем так. Потому что иногда бывает, вот, например, сейчас я буду мимо какого-то кафе. И ребята вполне могли бы там разместить какую-то мусорку. Я не знаю, сделали они это или нет. Но я точно могу сказать, что я видел парочку кафешек. Кстати, недалеко от меня, где они присутствуют. Это удобно для покупателей. На автобусных остановках есть мусорные корзинки. Но, правда, не на всех. Вот она, собственно, улица Дима-Стенес. И я думаю, можно чуть-чуть нарушить правила. А я даже правила не нарушил, на самом деле. Здесь почему-то убрали, кстати говоря, светофор. Я не знаю почему, но убрали. Убрали светофор, к сожалению. Давай перейдем, наверное, чтобы... А, ну, собственно, зеленый мне и загорелся. Все, я думаю, пора заканчивать эти блогинги. Потому что я уже подхожу к дому, а я не хочу спалить свое место жительства. Хотя я уже сказал, что я рядом с ним.